Игра Монополия является бестселлером, и это вполне обосновано. Экономическая стратегия, увлекаясь с первого хода, является отличным развлечением для компании. Но с чего же начинается история и кто ее придумал? Этой настольной игре весь мир обязан Чарльз Дэрроу из Гермонтауна, США. Вы бы так и не услышали этого имени, если бы в сентябре 1933 года не произошло ключевое событие не только в жизни этого американского гражданина, но и всего игрового мира. В этот знаменательный день он зарегистрировал свое открытие – легендарную игру Монополия. Начало своей истории Монополия берет, как это ни странно, в период Великой Депрессии. В это время Америка испытывала сильный упадок в экономике. Бизнес Дэрроу тоже пострадал, его компания по продаже отопительных котлов была разорена. Однако Чарльз не отчаялся, в один из вечеров он задумался о том, как снова стать богатым. Во время этого процесса он предался воспоминаниям об одной из поездок в Атлантик-Сити, где вместе со своей женой Дэрроу отлично провел время. Восстанавливая в памяти то прекрасное время, он даже начертил схему улочек и заведений того города прямо на скатерти. Во время этого занятия она пришла в полную негодность. Поскольку Чарльза ждал очевидный нагоняй за испорченное имущество, он решил отвлечь супругу весьма неожиданным способом. Дэрроу нарисовал ненастоящие долларовые купюры и предложил жене провести соревнования по покупке различных заведений его города. Вместе они устроили увлекательные соревнования, которые завлекло их на несколько часов. Супруги боролись за выдуманные объекты недвижимости, перекупая их друг у друга. Данной забавой они поделились с друзьями, и Чарльз с удовольствием делал для них аналогичные модели. Правда, их изготовление обходилось ему недешево, поэтому он начал продавать игру по 4 доллара за штуку. В связи с ростом популярности первой версии Монополии, Дэрроу задумывался о ее промышленном производстве. Для этого он отправил образец игры в Parker Brothers в надежде, что их привлечет новый продукт. Хотя ему отказали, предприниматель не разочаровался в этой идее. Он попросил своего товарища сделать распечатку нескольких комплектов игры, чтобы предложить свой товар в Нермаге. После этого мероприятия представители Parker Brothers опомнились и купили у Чарльза права на игру, ведь в магазинах она раскупалась моментально. Так Чарльз Дэрроу вновь обрел богатство и даже стал законодателем многих компьютерных стратегий будущего.